Блин, как здорово! Колония реально начинает процветать. Я не понимаю, как у меня это получилось. Нет, Хантер, пожалуйста, не надо, не деритесь! Грёбаные кролики напали на флип! Так внезапно всё стало очень хреново. Всем хай! С вами Юджина, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Rim World. У нас с вами колония начала процветать в прямом смысле слова. Видите, картошечка растёт. Мельницы ветряные крутятся, энергию добывают. Аккумуляторы заряжаются. И, кстати, вы дали совет, что аккумуляторы лучше строить под крышей, потому что они замыкают, когда начинается дождик или снег идёт. Отсюда вопрос, а как сделать-то крышу? О, строить крышу. Можем ли мы вот тут сделать? Оп, оп. То есть, по идее, теперь у нас здесь будет крыша, когда начнут строить. Чё, Хантер оставил еду прямо возле склада, где охлаждается? Погодите, вот если нажать на склад, мы можем определить, что конкретно здесь должно храниться. Конструкция, оружие, предметы. Какие предметы? Артефакты, части тел. Части тел, да. А вот разное, наверное, нет. Потому что тут ничего интересного нет. Нейротренеры. Нет. Артефакты нет. Гнильё нельзя. Свежее можно. Текстиль нельзя. Снаряда не нужно. И, наверное, материала тоже не надо. По мере необходимости будем добавлять разрешение. Собственно, у нас все те же три наших главных героя этого сериала. Это Фли, Хантер и Мартин. Хантер готовит отменное блюдо просто белиссимо. Теперь мы, наконец-таки, все, все наши ребята сможем питаться нормально. Не знаю, зачем я себя туда приписал. Ведь я нормально кушаю и так. Это они тут страдают под моим руководством. И да, нас все еще трое. Я бы хотел, чтобы у нас было пополнение сегодня. Посмотрите, как настроение улучшается у наших друзей. У всех параметры идут только вверх. Удовлетворение на пять. Просторный интерьер. Очень низкие ожидания. Короче, все супер хорошо. Мартин нормально поел впервые. И это была не дохлая ленина, которая не приготовленная. Ну-ка, а что мы можем заставить ребят делать? Вязать шапку, вязать пуховик. Рубашка из кожи. Вот уже нам сшили. Может быть, штаны сделать? Шить штаны. Так, пуховик нам не нужен и шапка нам не нужна. Пуховик нет. Шапка нет. Только штаны и рубашку. А что за штаны-то хоть? Штаны из ткани уже есть. Штаны из синткани. Проникновение говно. В чем их преимущество-то хоть? Прочность. Защита. Где защита? Броня 5,8, 2,9. А из синткани 18,8. Защищает от проникновения. Никто не сможет проникнуть в наших друзей. А именно пока они спят. То есть мы можем заставить ребят делать штаны. Давайте все отменим. Отменить, 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 отменить. Добавить задание. А, погодите, мы не можем давать конкретный материал для штанов. То есть результатом будут какие-то штаны. Но из чего они будут уже то, что доступно получается? У нас у всех, у троих есть штаны. Причем очень неплохие бронежилеты и все это есть. Ладно, давайте пока не будем заморачиваться со штанами. Я бы лучше заморочился над ресурсами. Например, срубил бы вот все вот эти деревья. Низко оплачиваемый рабочий по имени Брамбл пришла и желает присоединиться к вашему поселению. Низко оплачиваемый рабочий. Это тот самый критерий, который я всегда ищу в своих потенциальных сотрудниках. Она говорит, что будет с радостью оказывать вам посильную помощь и что ей больше некуда идти. Вы можете отказать ей и прогнать из поселения. Однако ваши поселенцы вряд ли будут этим довольны. Никто не будет этим доволен. Принимаем. Появилась женщина в поселении. Отлично, друзья. Вас сегодня... Ну, ну правда, какая компания хорошая без... Прикольно такой компанейской девчонки, которая всегда сможет... Всегда сможет. Что-то какая-то бледная, не больная ли ты случайно? Ну-ка дать проверим. Все нормально у нее. Шикарная диета. Простая. Нифига себе, ну губу раскатала. Может быть, издалека моя колония и кажется очень перспективной, цивилизованной, развивающейся. Но поверь, прежде чем я тебе это скажу, Брамбл, ты должна подписать соглашение неразглашения. Мы и тут хавали людей. Так, она пришла, что-то сняла с себя шмот, что-то одела на себя, переоделась первым делом. И поесть, ну конечно. Давайте посмотрим, что за персона она. У нее искусство максимум, кулинария максимум. Растеневодство. Вот, это хорошо. Тогда мы должны убрать ее со строительства, с ближнего боя. А, так это уже все у нее убрано. Тогда ладно? Раз она садовод и фермеры, давайте с Хантера это уберем. Я думаю, надо убрать все, что красненькое у всех ребят. Чтобы они не путались и не занимались лишним. Погодите, у нас проблема. Первая проблема, это то, что мы не убрали кровь. Возможно, это кровь от людей, которых мы жрали. Вторая проблема, это нету комнаты специально для Брамбл. Мы с этим обязательно разберемся, Брамбл, не переживай. Давайте хоромы ей сделаем. Мы очень рады, что она пришла. А. И вот здесь будет дверь. Риск серьезного нервного срыва у Фли. Почему? Вот что такое Фли? И что с тобой случилось? Сытость на нуле. Так может ты похаваешь, пойдешь. Что проблемы-то, не понимаю. Вот, он ест. Фух. Сытость на максимум. Все, с Фли, теперь все хорошо. Блин, как здорово. Колония реально начинает процветать. Я не понимаю, как у меня это получилось. Но как-то это получилось. Опа, еда. Охотится. Видите, на этом олене метка. Метка смерти. Кто будет охотиться? Что ты стоишь? Социально отдыхает. А может ты будешь охотиться? Вот он пошел. Бросил вызов самому суровому, самому большому оленю. И промахнулся. Ну ты позорище, конечно. Давай, нормально. Хантер. У тебя же имя такое прям охотничье. Да позорище ты. Во, попал. Молодец. Осторожней, тут варг. Не попади в варга. Ой, опасно. Варг на линии огня. Не стреляй. Отмена. Блин. Ладно. А, ты его спугнул походу. Ну куда? Убежал. Вот дерьмо. А это что такое? Серебро. Разрешит забрать. А потом нужно будет охотиться на эту оленюху. Раз тот ушел, ничего не поделать. Ну давай, только здесь не облажайся, пожалуйста. Ну, 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 ну. Я тебя умоляю. Красава. Давай, давай, пока он не убежал. О, нету, 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 стой. Блин. Стой, погодите. Можно забрать. Ну и что, что его покусали? Можно забрать. Мартин. Пожалуйста, аккуратней. Есть. Очень тупой варг. Надо, кстати, этого тупого варга научиться убивать. Блин, у нас же для Брамбла нету кровати. Черт, меня дери. Надо сделать кровать срочно. Кстати, это будет вот здесь. Прикроватный столик поставим. С другой стороны будет вот так вот. Комод стоять. Вот так красиво будет. Нет, не будет красиво. Красиво будет вот здесь. И, конечно же, аршер. Так и вот так. Смотрите, она просто зашла в дверной проем к хантуру. И легла там. Рейнджеры с фракции Южная Ось проходят мимо. Ее зовут Имма Хасси. Где, 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 где? Слушайте, а можно ли ее к себе как-нибудь? Мы можем, кстати, ее ограбить. Но нет, 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 нет. Я хочу, чтобы мы поговорили с ней. Смертельный что? Что с тобой, фли? Все тело, грипп. Кто-то должен лечить. Невозможно. Василенец никогда не будет лечить. Мартин, ты когда-нибудь будешь лечить? Не назначен налечить. А теперь назначим. Пожалуйста, пожалуйста. Нельзя, чтобы он умер. Грипп смертельный вылечено. 16% качества. Он просто проблевался, и все нормально теперь. А где проходящая колонистка? Где она? Ушла, что ли? Погоди, она же здесь. Мартин, ты должен пообщаться. Мы можем пообщаться? Ну, видимо, мы с ней ничего не можем сделать, к сожалению. Брамбл спит там, где минус 8. Ты что там? Ты идиотка? Ты зачем там спишь? Смертельная болезнь опять. Мартин, я тебя моляю. Я не понимаю, почему я не могу теперь нажать. Видите? Нету лечить. Нету такой функции больше. Смотрите, я его разбудил, и теперь он ходит. У него нормальное настроение, учитывая, что грипп смертельный. О, отлично. Парни начали строить. А, Мартин, помоги фли, пожалуйста. Я не могу ничего нажать. Хантер. Поток брони. О, нет. Он пошел на всех влагим матом орать. Почему? И он обмочился, обмочился здесь. Мы теперь поняли, чья это лужа. Он просто стоит и сыт. Себе в штаны, представляете? Обосал свою футболку с трупа. Съел сырую пищу. Нахрена ты ее ел? О, нет. У нас ветряки перестали работать нормально. Смотрите, невозможно кормить фли. Нет еды. Что? Как это нет еды? А это что? Это же картофель. Так, сейчас Брамбл сделает. А, хрена 2. Хрена 2 она сделает. О, мой гад. Так, погодите. Вроде бы немножко работает что-то. Да, электричество пошло. Давайте построим копию. Вот здесь. Опа, кровать же готова. Давайте назначаем ее. Как ее назначать? Вот, Брамбл. Все, твое. О, нет, нет, Хантер, пожалуйста. Не надо, не деритесь. Не ссорьтесь, ребята. Всем еды хватит. Сейчас кто-нибудь пойдет нахотиться. Сейчас срубит кустик. Пожалуйста, не надо. Стоп, к бою. Все. Все, перестали. Видали, как я такой? Хантер. Смирно. Он такой, оп, встал с луком. Все, распуск. Иди спи, урод. Ушиб, ушиб. Ладно, отделались только ушибом. Ну, повздорили почему-то. Отлично, теперь два нервных срыва у нас здесь. Ну, как так можно? Ааа, все же хорошо начиналось. Посмотрите, как ветряки шпарят вовсю. Мешает аккумулятор этому. Блин. Что-то я не подумал об этом. Давайте его разберем. Опа, флигрип смертельный, но выработан иммунитет. Он не сдохнет. Теперь он будет лечить Брамбл. И теперь мы будем нормально жить, я надеюсь. Все, мы все друг друга лечим. Умницы мы. Кстати, технология. Что у нас по технологиям производства препаратов? Это я назначал? Да, это я назначал, чтобы медикаменты научиться производить. Это очень нужно. А еще очень нужно построить дополнительный аккумулятор. Я бы даже два построил еще. Пусть хранят энергию. Что у нас там? 23 внутри. Ты что, не работаешь? Ааа, я, возможно, не подключил. Да, я не подключил его, прикиньте. Так, давайте посмотрим, что не нравится Брамбл. У нее ужасная спальня? Чего у нее ужасная? У нее лучшая спальня? А, ну тут земля вместо пола. Блин, то же самое и у Мартина. Спала на холоде. Внутри 8. Совсем не холодно. Сейчас мы все сделаем, не переживайте. Вот, у всех будет красивый пол. Мало пищи, голод. Вот так тебе внезапно навалилось на меня все. Кто-нибудь будет готовить, уроды? Приготовить вкусное блюдо. Задание есть, хорошо. Почему они все просто жрут картофель? Почему они его не готовят? Ладно, у нас Хантер в порядке. Тогда иди охотися. Опа, Канди начал работать, отлично. Хантер просто оставил свой пост. И вместо него пошел Фли охотиться. Пожалуйста, не убегай, олениха. Ты нужна нам. Давай, добей ее. Повсюду. Нет. Есть. Спит. Так, спастили них охотиться. А, или погоди, кто-то там Мартин теперь охотится. Пофигу, кто будет охотиться. Риск серьезного нервного срыва. Брамбол, просто не могу. Муфало прибивается к поселению. Что? Рысь охотится на Мартина. Что? Нет, нет. Так. Нет. Нет. Съесть вкусное блюдо? Нет, не съесть. К бою. Ближний бой с рысью нельзя. Хантер, ты нам нужен. Стрелять в рысь. Мартина убили. Мартина убили. Мартина хавают вар. Хантер, да стой ты уже. Все, забей. Фли забей. Иди бери олениху. Мартину отожрали голову. Просто этот варк, стоящий падальщик. Черт, мне не нравится это. Я не хотел, чтобы его убивали. Это так несправедливо. Настолько появился новый член команды. Настолько все начало налаживаться. И теперь все внезапно супер медленно ходят. Почему-то у всех все внезапно очень плохо стало. Чертовски не хватает электричества. Куда ты несешь ее, идиот? Наверное, сюда нельзя пока что. Вот, трупы животных можно, чтобы носилось, да. Хантер-десантник снова может ходить. В смысле? А он что, не мог ходить? И помнится, мне было сообщение, что муфало прибивается к поселению. Где наш муфало? Понятия не имею. Так, погодите, нам нужно тормознуть. Давайте все вспомним Мартина. Какой он был классный. А теперь давайте думать о себе. Как выжить? Как выжить в этой уродской ситуации? Когда нет электричества. Хотя вроде бы мельницы на максимум сейчас жарят. Все, ладно, давайте пусть они просто поспят. Фрамбл встала посередине ночи, чтобы поготовить немножко. Ты что, выспалась? Да, она полностью выспалась. Ну, а кто-то же должен строить. Неси материалы к ветрогенератору, а потом будешь делать свою еду. Все, занимайся дальше, чем ты там хотела. Она спать пошла. Ой, блин, как отстойно, как отстойно. И причем из-за того, что здесь рысь, я не могу забрать Мартина. И вкусное блюдо не могу забрать. Нужен загон. А, вот наш муфало. Муфало один. Хорошо, Брамбл только что разделала олениху. Так, и мы не можем построить мельницу, потому что единственное, кто это может сделать, фли. А фли сейчас не в настроении. О, прекрасно, теперь еще и Брамбл не в настроении. Это здорово. Мы снова доходим до той точки, когда все просто очень плохо. И все, что нам будет оставаться, это просто сидеть и ждать, пока случится какое-нибудь внезапное событие, которое поменяет все в лучшую сторону. Это было у нас уже в напряжении многих выпусков. Как бы это намекает на то, что я особо ничего не решаю в этой игре. Слушайте, ну ветряки хреначат на максимум. Почему аккумуляторы не заряжаются? Давайте подумаем, почему все-таки считается, что вот эта спальня, это омерзительно. Красота безобразна, чистота грязновата, пространство среднее, богатство бедно, впечатление омерзительное. Короче, что значит богатство? У тебя уже комод стоит и прикроватный столик. Как можно быть недовольной? Хорошо, эта спальня, омерзительно минус 12. Погодите, 9 и минус 12, то есть эта спальня, настоящее омерзение, а вот эта еще прикольная. Это минус 134! Погодите, я никогда не смотрел на этот параметр. 134 в минус. Погодите, давайте вот сюда его переселим, потому что тут 19. Все, 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 Фли, это больше не твоя спальня. Ты теперь спишь вот здесь, где был Мартин. Ну вот, комфорт повышается, Фли спит в новой спальне, которая уже 19, а не минус 134. Я не знаю даже для кого эту спальню использовать. Мы можем все это разобрать, давайте разберем. Вот, теперь у Хантера будет большая спальня. Почему минус 76? Давайте попробуем улучшить, улучшить как-то красоту их спальня. Вот, допустим, плитка есть, которая красивая на вид. Нужны блоки песчаника. Где я высрую вам блоки песчаника? Где вообще песчаник у нас? Можно сделать плитку из гранита, известняка, из сланца какого-то. Чей-то сланец пойдет на создание плитки. И мрамор. Короче, у нас тут есть гранит, давайте добывать гранит. Погодите, Фли же в порядке. Требуется сталь, блин. Где добывай сталь, Фли? Варка охотится на Брамбл, нет? Стоп. Стрелять по усмотрению. Блин, все, сейчас Брамбл убьют, либо мы победим. Давайте. Да. Пожалуйста, спасите Брамбл, спасите Брамбл. Да, мочить, тварь. Нет. Мочить. Фли, урод. Ладно, сам разберется. Попадите. Нет. Не добить. Не дай добить. Отлично. Хотя я не уверен, что это хорошо. Пожалуйста, убейте его. Убей его, пожалуйста. Ближний бой. Мочи. Борись за свою жизнь, Хантер. Давай. Давай. Он спокоен, это хорошо. Есть. Последний удар был отличный. Так. Что делать? Варк дохлый или что? Спасти Хантера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь спасти Брамбл, пожалуйста. Охренеть можно. Мы Варга вынесли. Варг мстит. Из того света, наверное. Окей, давайте посмотрим, как наши друзья поживают. Что у вас там? Все тело крови. Теряет кровь. Шрам, шип, торс. Пожалуйста, Фли, только не теряй самообладание. Тебе очень нужно полечить наших друзей. А, Брамбл мертва. Почему она умерла? Так, я так понимаю, нам не нужна уже эта лампа. Она только электричество пожирает. Как внезапно все стало очень хреново. И дождь пошел. Отлично. Сейчас бабахнет, да? Постройте, пожалуйста, крышу. Хантер снова может ходить. Это замечательно. Нужно лечение. Лечи. Отлично. Качество 77. У него было заражение, вы прикиньте? Так, теперь, да, скорми его мясцо. Заправить костер? Не надо заправлять костер. Это сейчас не важно. Важно, чтобы ты начал работать над ветрогенератором. Нам нужно электричество много. Больше электричества давай. Так, перенесите Варга кто-нибудь. Хантер, перенеси. Все, три ветряка работают нам на благо. Я так думаю, надо больше поставить вот здесь. Погодите, а рысь ушла? По-моему, рысь ушла. Нам нужно похоронить Мартина. Добавляем могилки. Боже мой, у нас только могилы прибавляются. О, нет. Хорошо, что Хантер проснулся, сразу начал лечить. Чинить, ремонтировать, тушить. О, с тобой-то что случилось? Неисправно. Боже мой. Хантер. Нет, мы же построили крышу. Нет, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Мы хотим. Да, точно, мы сделаем сейчас помещение для генераторов. Большое, длинное помещение. Какого хрена леса хавает наш сухой паёк? Перенеси сухой паёк, Фли. Пошли, пошли по лесу. Все, хорошо. Скорми Варга Хантеру. Пусть он почувствует себя хищником. О, сразу вскочил, видели? Опять все на Фли. По-моему, у нас уже такое было. Погодите, кажется, эти места как раз-таки под крышей. Ставим. Четыре. Так, чё я такой кривой? Фли. Работай, пожалуйста. Сейчас всё на тебе, понимаешь? Давай, сейчас ещё дерево нарубят. Умница. Это что, тропический дождь начался? Типа, будет три месяца идти, да? Вы как... Много у меня выдавлений, которые даже не считаю. А чё толку? Зачем себя на негатив настраивать? Позитивное мышление, друзья. Позитивное. Сейчас кто-нибудь придёт к нам в колонию, как обычно. Так мило, у Хантера есть свой домашний питомец. Послушный, ночью не будет, не кусает и кормит ещё. А прикольно, если бы домашние питомцы нас бы кормили. То есть ты заводишь животное, чтобы оно давало тебе еду. Не в смысле, как козы, коровы, свиньи и так далее. А в смысле, что оно готовит тебе, покупает, зарабатывает на еду. Есть такое животное, это дети. Правда, сначала нужно будет вложиться как следует, но потом, по идее, оно должно окупиться. Охрен тебе. На самом деле, они просто вырастут и потом забьют на тебя. Хантер встал, пошёл разделывать мясо, отлично! А, он всё ещё невменяемый. Боже мой. Тогда ладно, не тро... Что, злоупотребление бодрином у Хантера? А у нас тут бодрин, оказывается, был. Блин! Всё, Хантер подсел, кажется, да? Ой, не знаю, не знаю, как нам выпутываться из этого. Ещё могилки кто-то должен построить. Неужели всё это в Пли должен будет делать? Всё дико заблёвано, давай, скажи, что тебе нужно, чтобы было настроение нормальное? Нужно, чтобы погребли поселенца. Пли, иди погреби, только не огреби, пожалуйста. Сначала нужно перенести Мартина. Да, пока что на свалку, но ничего не поделать. Вот, Хантер, смотри, несём, сейчас будем погребать. Вот, видите, уже выкопал, выкопал. Теперь нужно раздеть Мартина, раздеть Мартина. Стой, 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 куда ты пошёл? Погребим, это Мартин? Что это такое? В одежде он был больше похож на человека, это просто немножко костей. Это даже не череп, то есть мы не знаем, мы не видим его зубы, мы не можем удостовериться, что это Мартин точно. Поэтому, Хантер, если чё, Мартин может быть ещё жив, пока он считается пропавшим без вести, короче. Так, нам нужно устранить все эти, все эти неприятные вещи. Давай, раздень Брамбл. Надо минимум раздражителей, чтобы было. Ура! Ура! Теперь у него серьёзный нервный срыв. Это риск. Риск всегда есть, Фалик. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Злоупотребление бодрином Хантер. Поселенец не похоронен. Вот из-за чего он начал злоупотреблять. Но теперь... Теперь-то все мертвы. Точнее, все похоронены. Налёт нации Ягуара, что? Блин, где? Опять я тут нажал. Вот это... Офигеть! Я думаю, что надо с ним разделаться очень быстро. Пока оба моих товарища не стали сумасшедшими. Я знаю, ты хочешь отдохнуть, но хрена сдавай. Иди-ка ты лучше отымей. Стрелять почему? Вне зоны. В смысле, вне зоны? Подойди чуть поближе. А ты думаешь, что такая музыка заиграла тревожная? Стреляй! Уйди! Пасайся! Нет, всё нормально, всё нормально. Почему я не могу стрелять? Пиф-паф! Понимаешь, пиф-паф? Да ты ж... Есть! В голову попал. Это хорошо. Да, отлично! Тихо! Нет! В сторону, в сторону. Тактическое отступление. Быстрел, пока он повернулся. Давай, в жопу ему. Садись, сделай пару дырок. Есть! Мимикан. Что это такое? Не охлаждённое. Смесь мяса, жир и ингреди... О-о-о-о, вкуснятина. Ладно, хорошо, что мы сами решили напасть. Кто первый атакует, тот и побеждает. Так, теперь все уведомления по Мартину и Брамбулу надо убрать. Погодите, Хантер устраивает вечеринку. Все пришедшие будут развлекаться, общаться и надолго зарядятся хорошим настроением. Какая вечеринка? Это давно было? Я не читал уведомления, извините. В приближающейся группе есть люди, которых знают ваши поселенцы или пленники. Жительница Имма. Для жительницы Брамбул мать. Что? Имма, которая проходила мимо нас, она вот здесь ошивалась? А я не попросил Брамбул пообщаться с ней. Потому что это была ее мать. Ладно, она ушла и не знает, что произошло с ее дочерью. Это такая жестокая игра. Фли, ты задолбал, ну как можно так долго это дерево сбривать? Давай, работа резче. Хантер, да ты задолбал, давай, приди в себя, умница, ну наконец-то. Все, начал ремонтировать, слава богу. О, лисица. Испортится через 13 часов, погодите, это же халявная еда. Куда попер Фли? Иди лисицу забери. О, а Хантер потом ее разделает, да? Надеюсь. Так, давайте уберем рвоту уже. Пора наладить как-то жизнь. О, наблюдает за облаками. Это самое лучшее, что можешь сделать после того, как ты кровь и блевоту убрал. Отлично, Хантер сейчас наготовил кучу жратвы. У нас теперь 7 вкусных блюд. Так, Фли, давай-ка ты продолжишь убираться. Убирай, 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 убирай. Нам нужно привести в порядок всю нашу гребаную жизнь. Ага, теперь вот здесь убирай землю, убирай кровь. Все, теперь это идеальная спальня. Так, кто у нас больше всего склонен к сумасшествию? У Хантера гораздо хуже настроение, поэтому Хантер поздравляет. Теперь это твоя спальня. А это спальня Фли. Здесь, конечно же, тоже будет комод стоять. Очень красивый. Что происходит? Что происходит? Нет, кролики-убийцы! Гребаные кролики напали на Фли. К бою. Вот, он будет сейчас бить. Потом. Сейчас мы отмахаем их. Сейчас мы их отмахаем. Ты пойдешь сюда. Встан, вогнал. Встан, вогнал. Гребаного, кровавого, кровожадного кролика. Стреляй! Не дай Фли помереть. Отлично! Мочи! Встан опять его! Есть! Взять самка, добить. Добей эту тварь! Боже мой! Какая-то жестокая игра! Зачем она вынудила меня убивать кроликов? Вы же такие милые! Почему они начали нападать на Фли? Боже мой! Так, у него ушибы, кровь. Ооо, нет, погодите. Василенец никогда не будет лечить. Вот этого нам нельзя было допускать. Надеюсь, он выкарабкается. Почему сытость на нуле? Хантер, ты должен убрать кровь. И должен покормить чувака. Смертельная болезнь. Ооо, все! Теперь Фли сдохнет. Из-за сраных кроликов. Вы представляете? Они уже, кстати, стухли. Стоп, может быть, мы можем... Так, невозможно. Он не может ходить. Ну все, это безвыходка. Я даже не знаю, что должно произойти. Походу, Хантер остался сам по себе. Вот так вот, друзья. Это наглядно вам показывает, что если вы хотите остаться последним в живых... Короче, быть единственным, кто выживет. Это не будьте врачом. Потому что вы не сможете никого вылечить. Вас-то будут лечить. А вот вы нет. Фли погиб. И теперь это, видимо, очень действует нам на нервы, да? Что поселенец не погребен. Так, постройка, еще одну могилку, что ли? Иди работай над могилой. Иди похорони его. Иди похорони его, пожалуйста. Ну все. Теперь ты сам себе предоставлен. Делай, что хочешь. Евгений просто наблюдает. Ну как такое возможно? Из-за кроликов. Представляете, из-за кроликов я просрал. На меня варк напал. Поселенцы другие. Была болезнь гриппа. Все преодолел. Лягкие, пушистые. Вот так вот. Самое опасное это то, от чего ты не ждешь никакой опасности. Что там опять? Что там опять? Хантер напал на кабаниху. Он в ярости напал на кабаниху. И она его отымела. Нет, это просто кабан. Она его отымела. Хантер, зачем? Не сдержал себя. Неужели это все? Неужели это конец? Была лучшая колония в моей жизни. И ничто не предвещало беды. Я, Хантер, я, конечно, недоволен тобой. Я разочарован. Я скажу так. Ты не смог спасти Фли от жалких кроликов. Какой ты охотник после этого? Ты мне скажи, только тихо, не нервничай. Ты просто скажи. Ты умираешь? Смерть через 6 часов. Ааа. Что ж, давайте общую картину посмотрим. Это была наша колония. Здесь мы смеялись, любили, плакали. По большей части плакали. Горевали. Блевали. Ели людей. Трупы животных. Крыли друг друга матом. Блевали. Я уже, по-моему, это сказал. Но мы много блевали. В общем, здесь мы провели свои, не могу сказать счастливые, просто годы жизни. Мы год провели здесь, на самом деле. Мы зиму пережили. Мы много чего пережили. Но много чего и не пережили. Потому что у нас в итоге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 могил. А Хантера вот даже некому похоронить будет. Некому будет похоронить Хантера. Вот это жесть. Он будет единственным, кто будет валяться просто вместе с кроликами дохлыми и вонючими. В общем, это была та самая колония. Чудесная. Ни без изъян. Ни без недостатков. Ни без... Я не могу ничего хорошего сказать, парень. Я бы все плохо было. Смерть через 4, 3, 2, 1. Прощай, Хантер. То есть 5, 4, 3, 2, 1. И он умер так драматично под дождь. Под ливень он умер. Вот это браво. Вот это трагичная концовка. Очень все срежиссировано прекрасно. Все поселенцы мертвы. Бывает и такое, друзья. Этим прекрасна данная игра, что бывает всякое, что ты не можешь предусмотреть. Ну как? У нас было четверо в самом начале. Все так хорошо шло и внезапно. Мы даже могли пятого присоединить. Это была мать Брамбл. Если бы я читал все эти вытомления и был более опытным. На самом деле все приходит с опытом, друзья. Если вы хотите стать опытным, нужно похоронить очень много хороших людей. История сладострастных вафелек подошла к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. Если хотите, чтобы я еще поиграл в эту игру, сделал новый раунд, так скажем, может быть добился бы чего-то большего, то пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк. Не забывайте про плейлист Dream World, он будет в описании, если хотите посмотреть все видосы. Про мой бустин, не забывайте, если хотите поддержать мой канал, все будет также в описании. Долгая прощалка, надеюсь, что вы все еще здесь. Если вы здесь, то муа, целую вас. Если у тебя день рождения, то поздравляю тебя с днем рождения. С вами был Юджин. И всем пять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!